Это, во-первых, не очевидно, во-вторых, в наше непростое время очень тяжело, спокойно и грамотно анализировать то, что происходит вокруг, потому что действительно время очень непростое. И сегодня в этой общей конъюнктуре, которая идет к сворачиванию экономической активности, работая вообще в России, в евразийском пространстве, на постсоветском пространстве, непростые экономические процессы, которые идут в Европе, в это непростое время, когда идет очень жесткая, серьезная борьба между активными силами. То есть мы видели события за рубежом, в Сирии, которые были, и то, что сейчас в Европе происходит, эти ужасные события, которые потрясли весь мир, всю Европу, вчера связанные с террористическими актами. Это, друзья, к сожалению, тот внешний мир, на который мы с вами сегодня повлиять не можем, но нашей работой, нашим Skyway, изменения в экономической конъюнктуре мировых трендов, мы, друзья, очень можно серьезно повлиять на то, что происходит. И это в наших силах. И мы это доказали за последние два года, когда сделали действительно невозможное, когда мы собрались из кучки людей в организованную серьезную силу, когда заработала краудинвестинговая система, стали четко определены правила доведения информации, финансы, которые определяются и целевым образом используются в экотехнопарке, постановка и исполнение технических задач, формирование и работа конструкторского бюро, сейчас уже конструкторско-производственного объединения, потому что активно развивается производственная база. То есть сегодня, с точки зрения того, что сегодня добились и сделали, это уже просто очень серьезные результаты, и многие, которые смотрели на нас два года назад, два с половиной года назад, они уже сегодня осознают, что мы проделали огромнейший путь, огромнейшую работу, и сегодня при уже переговорах о создании конкретных управляющих компаний, о создании уже конкретных бизнесов в той или иной стране, все осознают и отдают должное, что командой, которую сегодня мы представляем, проделана огромнейшая работа. И это, друзья, наша с вами общая заслуга, и это сегодня уже выводит на то, что того уже доказательной базы, которая существует сегодня в Марьиной Горке, тех инженерных решений и тех испытаний, которые уже сегодня, часть проведена, часть проводится в данный момент, то, что сегодня уже получены результаты при аэродинамических продумках, уже прототипов подвижного состава, это уже, друзья, много и много чего, что действительно позволяет сегодня выходить на новый уровень работы, на новый общение с точки зрения заказчиков, с точки зрения инвесторов, с точки зрения развития технологий. И я могу сказать, что это позволяет сегодня утверждать, что мы, друзья, в состоянии серьезно влиять на то, что происходит вокруг нас. И это еще только первые ростки, это еще только первые шаги технологии Skyway, которые мы с вами сегодня делаем. И дальше мы в ближайшее время, месяц, два, три, будем каждый раз видеть, смотреть, я думаю, вместе радоваться новым успехам, новым горизонтам, которые открываются перед проектом Skyway. Нас, конечно, ждет с вами очень интересное событие 23-24 апреля, когда мы соберемся, это будет сбор действительно всех единомышленников, это действительно будет съезд тех людей, которые, или съезд, давайте назовем не съезд, а фестиваль, это более такое интересное название, это весенний фестиваль тех, кто болеет душой, тех, кто действительно принял уже посильное участие и продвигает этот проект. Там не будет посторонних людей, там не будет тех, кто не знает, то есть мы специально делаем так, что мы не приглашаем туда новичков, то есть это не то мероприятие, когда туда люди приходят для того, чтобы что-то узнать или получить более глубокие знания, это собираются именно люди, которые болеют душой, которые продвигают проект и которые хотят обменяться информацией, обменяться эмоциями, просто посмотреть, познакомиться с друг с другом. И все это весна, все это с посадкой фруктовых деревьев, все это именно в эко-технопарке, там еще будет повод у нас и вместе сфотографироваться, и вместе пообщаться, задать вопрос лично директорам, инженерам, лично Анатолию Доваровичу Юницкому, тем более, что будет хороший повод поздравить его с днем рождения, то есть это также один из таких очень приятных моментов, и поэтому время, которое мы определили, это еще такая середина весны, но тем не менее, это уже расцвет природы, и самое, к чему мы оттянули максимум до пряди, потому что это все-таки посадка фруктового сада, фруктовых деревьев, и там, если мне память не изменяет, около 4,5 тысяч саженцев в общей сложности должно быть посажено, это действительно будет цветущий сад, который будет называться Эко-технопарк Марьяногорка, который всему миру покажет, продемонстрирует именно технологии Skyway. И в этом плане, друзья, я могу сказать, что те события, которые сейчас происходят, и те, которые я дальше хотел бы проанализировать, что Алексей любит говорить, это с его такой легкой подачи вошел такой термин, это инженерная или технологическая гонка, хотя никакой гонки здесь нет, просто идет развитие ряда технологий, которые востребованы сегодня мировой, и экономикой, которую цивилизация сегодня подвела к тому, чтобы эти технологии появились. И то, что они сегодня имеют ряд инженерных решений, это тоже абсолютно закономерно и логично, потому что к решению разных задач разные инженерные школы подходят по-разному. И сегодня к теме скоростного наземного движения тоже разные технологические школы подходят по-разному. Есть направление, которое занимается магнитной левитацией, то есть это магниты перевернуты, которые отталкиваются друг от друга, поэтому была такая в середине 20 века, то есть где-то в 50-х годах в Германии активно эта мысль развивалась инженерная, о том, что при магнитной левитации, отсутствии трения, можем организовать дешевое и скоростное перемещение. И компания «Сименс», затратив огромнейшие финансовые ресурсы, это более 6 миллиардов евро, за почти 50 лет, они создали опытный образец, провели колоссальное количество опытов и экспериментов, построили только одну эксплуатационную трассу в Китае, это между Шанхаем и аэропортом, и больше мировая экономика не востребовала эту технологию, потому что она крайне нестабильна, она крайне дорогая и крайне опасная, как бы это ни звучало, потому что, ну, во-первых, когда строился этот испытательный полигон и площадка демонстрационного «Сименс», они умудрились на одной трассе, где всего один рельс, и входит всего один подвижной состав, они умудрились организовать аварию, в которой погибло более 20 человек, потому что технология была настолько несовершенна, что надо было постоянно чистить путевую структуру, и они одновременно выпустили чистящую машину и разогнали до 200 километров подвижной состав. Естественно, при столкновении произошла трагедия, это говорит о том, что эта технология не просто технически несостоятельна, она еще и с инженерной, с информационной точки зрения несостоятельна, с точки зрения обеспечения безопасности, потому что как можно устроить аварию на одном пути, где ходят всего два поезда, один чистит, другой сам. То есть это говорит о том, что технология крайне несовершенна, и рынок четко это продемонстрировал, показал, больше сегодня в мире технологии с магнитной левитацией, то есть не работает. Мне после сегодняшнего вебинара дневного написали, сделали ссылку, что Япония сегодня строит трассу, там в Осаке, по-моему, и туда дальше около тысячи километров с магнитной левитацией со скоростью до 420 километров в час. Я специально следил, занимался этим проектом, но это, друзья, это пока опытная экспериментальная трасса, которую они сегодня заложили и начинают строить. И когда будет реализован, и будет ли вообще реализован этот проект, это сегодня большие-большие, соответственно, сомнения. И в этом плане, друзья, очень интересно сегодня сообщение. То есть, Алексей, мы поставим, или ты дашь ссылку просто на... Это вот эта ссылка, которая стоит, да, это на РЖД, когда Борис Лапидус, это руководитель научно-исследовательского центра РЖД, очень уважаемый, интересный научный такой работник и с точки зрения именно железнодорожной науки. Мы с Виктором Бабуриным общались с ним где-то года три назад в Милане, когда была большая конференция по евразийскому транспортному коридору, и там рассматривались технологии, которые можно было применять для прохождения всего евразийского пространства. Там были китайские железные дороги, там было Тежеви, это французские железные дороги скоростные, там были представлены итальянские железные дороги, немецкая СИМЕНС-САПСАН технология. И мы с Виктором делали доклад по поводу струнных технологий, даже возили туда рельс струнный, показывали. И был очень серьезный большой интерес. И вот как раз там мы познакомились с Борисом Лапидусом. После этого мы еще ряд общались, находится Санкт-Петербургский институт. И он высказал очень интересную заинтересованность технологий, он увидел действительно в этом будущем. Но тогда он сказал, что они продвигают и рассматривают сегодня ряд других технологий. Мы не поняли тогда, о чем идет речь. И вот сегодня в демонстрации РЖД они неожиданно заявили о том, что сибирским отделением Академии наук в связке с РЖД готова концепция, которая может сегодня приступить уже в 2016 году к концептуальной проработке, это скоростного железнодорожного движения на основе магнитной левитации в вакуумной трубе. Друзья, я сначала думал, что я слышался. Но когда действительно такого рода научный совет при РЖД, с таким количеством уважаемых, может быть, людей, которые сегодня... Тут опять же возникает интересная аналогия, что 5 месяцев назад, когда президент Академии наук с подачи РЖД ходил к президенту и показывал новые инновации, то там они просили деньги из Фонда национального благосостояния, 2 триллиона рублей для того, чтобы модернизировать Транссиб и увеличить его пропускную способность со 118 миллионов до 250 миллионов тонн. То есть, другими словами, говорят, давайте потратим все деньги резервы, которые у нас сегодня есть, и то, что Александр Третий построил 150 лет назад, мы сейчас удвоим. Ну и, соответственно, сегодня средняя скорость железной дороги 8,5 километров в час, то есть у них в расчетах средняя скорость будет аж 11 километров в час. Что было понятно, у гужевого транспорта он был также в районе где-то 7-8 километров. То есть спустя 150 лет они предлагают фактически скорость гужевого транспорта и то, что закладывалось и строилось нашими предками 150 лет назад, они незначительно улучшат. Это тогда мы с вами обсуждали эти вебинары, то есть на вебинарах, когда президент Академии наук оказывается, что больше никаких наработок научных не было, и мы тогда с вами печально констатировали, что это все, на что способна Академия наук, с подачи лоббистов просить деньги из Фонда национального состояния для того, чтобы улучшить технологию 150-летней давности. И вот, наконец, РЖД, видно, осознав и поняв, что надо сделать что-то прорывное, предлагает вакуумную трубу и предлагает магнитную левитацию. Значит, чем, друзья, очень интересно это заключение? Во-первых, в том, что сегодня уже вакуумная труба и эта технология ассоциируется с именем и с очень интересным человеком, Элоном Маском, который уже вывел несколько интересных технологий, и который сегодня продвигает технологию X-Space, то есть это вывода дешевого на низкогеостационарную орбиту, и который сегодня вывел в рынок автомобиль Tesla S, то есть это сегодня электромобиль, который конкурирует с суперкарами, и который уже на наших вебинарах и на технологических таких показах, которые проводят Анатолий Дашь и Юницкий, он уже показал, что все это миф, и автомобиль Tesla S, он в 17,5 раз менее эффективный, чем сегодня Unibus. Поэтому это тоже иллюзия. И вот, друзья, после того, как Элон Маск пробил, создал тренд, это очень важно сейчас, по востребованности технологии Hyperloop, то есть вот этой петли быстрого скоростного перемещения в вакууме на земле, то есть сегодня неожиданно железная дорога разродилась, сказала, а мы тоже можем такое сделать. То есть, друзья, они почему-то не говорили об этом полтора или два года назад. Они ждали, когда Элон Маск создаст тренд, когда туда вложены существенные деньги, и неожиданно, чтобы заявиться, а мы тоже имеем отношение к инновациям, наша железная дорога взяла две утопичные идеи. А что такое, еще раз, чтобы было понятно, трансрапид или поезд на магнитном подвесе, когда говорят, он очень безопасный. Так вот, это тоже миф, потому что подвижной состав, который весит 25 тонн, из них закольцованные стоят обмотки в жидком гелии, и любая сбой в охлаждении, это будет равносильно взрыву 20 тонн тротила, чтобы было понятно. То есть вот этот подвижной состав, который ездит в городе, это фактически бомба 20 тонн тротила эквивалента, и любой технический сбой может привести к такой трагедии. Поэтому, когда мы летим на самолете, мы, конечно, тоже себя ощущаем не очень приятно, потому что вы сидите на бочке с керосином, у которой два электродвигателя, два реактивных двигателя, крылья, и вы в стратосфере, то есть на 10 тысяч квадратных метров, где безвоздушное разряженное пространство для того, чтобы снизить трение, вы перемещаетесь с большой скоростью. Сказать, что это комфортно, я каждый раз, друзья, когда сажусь в самолет, приходится летать сейчас очень много, я чувствую себя некомфортно, и тем более, как бывший парашютист, у меня больше тысячи прыжков с парашютом, я когда сажусь в самолет, и у меня за спиной нет парашюта, я очень неуютно себя чувствую. Поэтому сказать, ну и тем более, те трагедии, которые происходят, вы все помните, в понедельник прошлой неделе, то есть, когда разбился самолет в Ростове, то есть, именно по ошибке пилота, то есть, это грубейшее нарушение, грубейшая ошибка пилота, вот, к сожалению, и такое тоже бывает, человеческий фактор, плохая видимость, потеря ориентации, и трагический исход. Это все, друзья, техника, и это авиация. Так вот, когда сегодня технология магнитной левитации, которая уже утопична, и вся экономика показала, что она сегодня неприменима, она очень дорогая, и не функциональна в использовании, пытается наложить на еще одну утопичную идею, мы тоже это анализировали, и Анатолий Дарчуницкий очень много показывал, что, ну, сами вдумайтесь, друзья, на Земле создать космос. То есть, представляете, это космическое разреженное пространство, в вакуум, все это заложить в трубу, трубу поставить на эстакаду, и дальше, говорит, что вы будете со скоростью пули перемещаться в капсуле, которая находится в космосе на Земле. При этом, любая технический сбой, это сразу мгновенная смерть, потому что в космосе, в безвоздушном пространстве, в вакууме человек погибает мгновенно. И, соответственно, сделать утверждение, что в вакууме, то есть в космосе на Земле, вы сделаете систему шлюзования, когда миллионы пассажиров могут входить в это космическое пространство на Земле, и выходить оттуда очень быстро, и самое главное, что вы организуете это все очень дешево, друзья, но это вызывает столько вопросов, с учетом, так как эти вопросы экспертного плана, мы только что прошли, и почему я говорю мы, потому что наша общая заслуга, и Анатолий Доварович Юницкий с Виктором Бабуриным там неоднократно были на экспертном совете, и смогли экспертному сообществу, которое крайне отрицательно относится к нашей технологии, доказать, обосновать и убедить в том, что эта технология сегодня готова, инновационная и готова к внедрению, это, конечно, дорогого стоит. Так вот, друзья, это же экспертное сообщество сегодня с недоумением смотрит, ну, во-первых, на Элона Маска, который говорит о своем хайперлупе как нереализуемой идеей, и самое главное, что он сам это признал, и четко заявил, что в 2016 году, в 2017, и даже в 2018, технология не будет продемонстрирована, потому что технически сегодня это сделать невозможно. И в этом плане очень интересна наша железная дорога, и особенно ее научные круги в лице Бориса Лапидус, который утверждает, что, а мы сегодня, Сибирским Академией Академии Наук, впереди планеты всей, мы объединяем сегодня две непонятные технологии магнитной левитации и хайперлупа, то есть вакуумной трубе, и мы выходим на летающие поезда в тысячу километров. Я на это смотрю, друзья, и мне это как-то напоминает театр абсурдов. А театр абсурдов, это, можно сказать, последние годы Советского Союза. Потому что, помните, вот этот космический год, косой, когда началась шаттл, и Советский Союз решил ответить всему миру, создать свою космическую программу шаттл. На это работала вся страна. Это колоссальные ресурсы. На это было затрачено больше пяти с половиной миллиардов рублей. И мы создали свой шаттл, мы посадили его в автоматическом режиме, построили пять взлетно-посадочных полос. Друзья, я одну эту взлетно-посадочную полосу видел в Иркуте. Мне это трудно себе представить. Представляете, вечная мерзлота, тундра, и там посадочная полоса для бурана. Она 18 метров в глубину, километр в ширину и 5 километров в длину. Это, друзья, десятки миллионов тонн бетона, которые надо привести за полярный круг, вечную мерзлоту, и создать там такую посадочную полосу. И этих полос было в Советском Союзе построено пять. И, соответственно, друзья, это настолько колоссальные затраты. Одна из этих полос находится в литовском городе Шауляй, рядом с которым нам выделяли землю для строительства эко-технопарка, откуда потом нас очень успешно выгнали. И я могу сказать, это просто было веление и подарок судьбы, потому что находиться там ни в коем случае нельзя. И с течением времени я могу сказать, что наиболее благоприятные условия, которые в Белоруссии, в Марьиной горке, в этом красивейшем месте у нас есть, это, друзья, как раз все абсолютно логично и правильно. Так вот, при строительстве Бурана и этой системы, когда потратили пять с половиной миллиардов тогда советских рублей, когда затратили огромные ресурсы, это, кстати, один из механизмов, которые подорвали экономику Советского Союза, эту программу после запуска первых же Буранов решили, не то что решили, ее закрыли, потому что она оказалась никому не нужна. То есть, американцы нас втравили в эту гонку, мы весело припеваючи и притаптывали побежали, потратили пять с половиной миллиардов, потратили почти восемь лет работы лучших умов Советского Союза на это создание, два раза запустили этот шаттл и спокойно про него забыли, один сейчас можно пойти посмотреть, он стоит в парке Горького в Москве, а Иван Сидельников, это наш знакомый режиссер, снял про этот фильм, про то, какое впечатляющее событие мы сделали. Так вот, друзья, самое интересное, что само время ответило на эту программу шаттлов и программу многоразовых кораблей. Американцы сегодня закрыли программу шаттл и летают в космос на наших протонах, то есть, на наших двигателях, которые мы выпускаем уже 30 лет, соответственно, на наших дешевых аппаратах, которые выводят в космос аппараты, потом с парашютом спускаются, то есть, это самый дешевый, самый сегодня эффективный способ освоения и использования космоса. Вот, поэтому это, друзья, как раз ответ времени, зачем и как это надо было делать. Так, подождите, одну секундочку. Все, 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 давай, приколь, пожалуйста, извините, просто это самые бытовые вопросы. Так вот, почему это очень важно понимать и очень важно сейчас осознавать, что у всех таких проектов конечной цели не было, что создание поезда на магнитной подвесе в Советском Союзе магнитной левитации, и я сам своими глазами не видел, но Анатолий Дуарыч был в институте, занимающемся проблемами создания подвижного состава на магнитном подвесе, и видел основы, то есть это 12-метровые алюминиевые балки, которые по 4 метра шириной, по 40 сантиметров длиной из чистого алюминия, в которых вытачивались именно вот эти основы для этого подвижного состава, и это сегодня лежит брошено на улице, соответственно, это все никому не надо, но в это тоже грохано порядка полутора миллиардов советских рублей. То есть получается, что вот эта гонка за кем-то, то есть постоянно вот этот лозунг догнать и перегнать, и когда мы начинаем без всякой оглядки, без всякого размышления бежать и догонять, то вот это все приводит к таким результатам. И поэтому то, что сегодня реально обсуждается в экспертном сообществе, те же люди, те же эксперты, которые обсуждали Skyway, которым это презентована эта технология, они сегодня видят, смотрят, кивают головой, говорят, да, создание этой технологии может быть интересно для нашей экономики, это, друзья, бредом, другими словами, не назовешь. Это лженаука, это тоже не назовешь. Это какое-то не то вредительство, не то помутнение. И других слов здесь просто нет. Осталось добавить, что, я думаю, что это в ближайшее время обязательно появится, что есть еще один такой шарлатан от науки, это Евгений Велихов, вице-президент Академии наук, который занимается холодным термоядом, Токамаком. Так вот, осталось сегодня, чтобы для полноты картины в этот летающий поезд на магнитном подвесе поставить еще холодный Токамак-двигатель, который будет вырабатывать электроэнергию и двигаться там с гиперзвуковыми скоростями. Вот тогда, друзья, это будет полная упаковка того бреда, который мы сегодня видим и который сегодня нам выдают за науку. Почему, друзья, я сейчас произношу такие нелестные слова, в общем-то, в адрес довольно-таки уважаемых людей и довольно-таки умных людей? Потому что они не отвечают за результат. Им не нужен результат. Их задача это прокукарекать, получить на это деньги, потратить, распилить и разбежаться. Все. Больше никакой цели у этих людей, которые заявляют такие вещи, у них просто нет. Потому что сначала РЖД пять месяцев назад просит деньги на удвоение транспортировки по Транссибу, а сегодня они просят деньги для того, чтобы создать летающий поезд в вакуумной трубе. Причем за результат, друзья, никто не отвечает. И прикрываются они этим, друзья, нашим уважаемым другом и уважаемым последователям, с кем мы сегодня действительно находимся в такой рабочей конкуренции Эллен Маск, который говорит, если он создал тренд, то почему нам в этом тренде не действовать? То есть, друзья, в чем принципиальное отличие нас и команды этих людей, которые сегодня делают? Мы создаем тренды, мы движемся в этих трендах, мы действительно находимся на острие науки, а это люди, которые, прикрываясь наукой, находясь в чужих трендах, тратят наши с вами деньги. Вот, друзья, небольшая разница, и я хочу, чтобы вы это четко понимали и четко осознанно к этому относились. И, соответственно, никакого уважения, то есть, хотя бы к тому, что делает РЖД, и сегодня фактически разворовав, разрушивав монополии сегодня перевозку грузов внутри России, потому что то, что сегодня происходит с перевозкой, это нормальными словами описать нельзя, тем более, когда уже привели скорости в 8,5 км в час. То есть, те, кто связан сегодня с железнодорожными перевозками, он очень хорошо понимает, о чем я говорю, поэтому с точки зрения управления, разрушения, это полный сегодня хаос и крах, который сегодня существует в железнодорожной отрасли. То, что сегодня она нуждается в серьезной модернизации, единственные наши железнодорожные чиновники увидели, что надо взять немецкую технологию Siemens Сапсан и поставить ее сегодня в наших условиях, поэтому у нас сегодня там, по-моему, 5 поездов ходят в Санкт-Петербург, в Тверь, там куда-то еще, и они сегодня добивают остатки железной дороги, потому что Сапсан, который ходит сегодня в Санкт-Петербург, он фактически с экономической точки зрения убивает Октябрьскую железную дорогу, потому что она при этом сегодня быстро разрушается и сбивает вообще весь график железнодорожного движения, но это, друзья, отдельная тема. Так вот, в этой связи и на этом фоне понимаете, что мы выходим с новой технологией, мы говорим, Эллен Маск отказался в этом на следующий через год показать технологию, а технология Skyway и мы сегодня готовы это показать. Сегодня они не готовы дать технические решения по дешевому строительству, дешевой эксплуатации, а Skyway сегодня абсолютно готова к тому, чтобы это продемонстрировать и показать. И сегодня экономические характеристики Hyperloop'а или теперь уже РЖДшного летающего паровоза, их сегодня невозможно просчитать. Одно можно сказать, что туда уйдут миллиарды и миллиарды рублей, и результата никакого никогда они не покажут, потому что с элементарной технической точки зрения там есть ряд вопросов, которые на сегодняшний момент решения не имеют. И в этом плане, когда идет презентация и подход и технологии Skyway, на все эти вопросы мы имеем ответы, и как раз сегодня наступает момент, когда тренд, который задал Эллен Маск, он сегодня востребован, и сегодня к нам приходят крупные инвесторы, которые рассматривали возможности финансирования и Hyperloop'а, и еще ряда технологий скоростного перемещения, которые понимают, что сегодня общественный скоростной дешевый экологический экономичный безопасный транспорт сегодня нужен и только технология Skyway сегодня может ее продемонстрировать. И здесь мы уже не раз с Алексеем говорили, что этот процесс активнейшим образом идет, сегодня создается ряд управляющих компаний, которые уже продвигают проекты, это и Монголия Таван Таугой, это и Вьетнам Ханой Хошимин дальше с продлением в Азию, ну в Юго-Восточную Азию, это и проекты сегодня по транспортировке руды в Боливии и на юге, на севере Африки, соответственно, это транспортировка бокситов. Сегодня запускается ряд уже конкретных управляющих компаний, это и гонконговская компания Skyway, и в Америке Хьюстон, и в Израиле в Элате. Это, друзья, уже активный запуск, и мы с вами через буквально некоторое время будем вам показывать капитализацию этих проектов, каким образом мы видим сегодня дивиденды, и как будет складываться капитализация первых пяти, шести проектов, и вот даже сейчас первые приблизительные цифры в бизнес-плане, это говорит о том, что через 10 лет группа компаний, которые сегодня запускают эти первые проекты, вполне может выйти на капитализацию почти в четверть триллиона. А это, друзья, все уже возможности, технологии, это то, в чем мы сегодня с вами, друзья, участвуем, и мы с вами дальше будем каждый бизнес-план в отдельности, каждый проект в отдельности, то есть, я думаю, что со следующего вебинара мы очень серьезно поговорим по проекту Таван Толбой, это будет крупнейшее в мире месторождение по разработке коксующихся углей, и это без технологии Skyway на сегодня невозможно, и тем более, что прям в ближайшее время, я думаю, что, наверное, может быть, месяц, полтора, два, готовится сейчас визит Анатолия Владимировича в Монголию, встреча с президентом, с премьер-министром, именно для того, чтобы рассмотреть и применение возможностей технологии Skyway для строительства и разработки такого рода месторождения. Это первые такие большие проекты, вы знаете нашу логику, мы зачастую очень многое говорим несколько заранее, потому что получится, значит, мы вам будем показывать, рассказывать, если будут какие-то препятствия, мы будем, опять же, рассказывать, почему и какие препятствия возникают, но это жизнь проекта, это развитие проекта, и мы как раз обязательно будем в этом направлении двигаться и показывать, и вот, а почему сегодня возникают такие жемчужины в мировой экономике, тоже будем объяснять, и как раз это сегодня и создает востребованности Skyway, и не важно в Таван-Талгое, не важно там, месторождение Мутун в Боливии, сегодня есть ряд таких мировых экономических центров, которые ждут технологию Skyway, и с приходом именно струнного транспорта, с приходом нового технологического решения, эти проекты будут выходить на новый уровень. В одной Австралии наш партнер, мы тоже об этом много говорили, там тоже создана управляющая компания Skyway Австралия, которая сегодня рассматривает возможность запуска порядка 18 проектов на территории Австралии, это тоже активно развивается и делается. И это все, друзья, как раз складывается в одну общую картину, в одну общую концепцию, которая называется развитие Skyway. И поэтому, так как мы сейчас общаемся уже, друзья, не с новичками, и здесь очень много уже возникает очень серьезных вопросов, а с чего складывается капитализация, а с чего складывается доходная часть транснета, и именно с конкретных трасс Skyway, из чего будет складываться дивиденды, те, кто сегодня вкладывается. Вот мы, друзья, начиная уже со следующей недели, будем активно вам рассказывать, активно показывать, и, соответственно, уже дальше двигаться по мере того, как и строится экотехнопарк в Марьиной Горке, и развиваются другие проекты, которые сегодня активно показывают востребованность технологии. Это все, друзья, говорит о том, что мы живем в очень интересное время, мы занимаемся с вами очень нужным делом, и мы в ближайшее время будем с вами наблюдать просто стремительное развитие уже конкретных технологий, конкретных проектов на территории, не говоря уже о том, что наши более мелкие проекты, которые мы сегодня ведем и в Красноярском крае, и в Санкт-Петербурге, и в Москве сейчас прорабатываются, в Самаре, это и с созданием юнибайков, то есть прогулочно-спортивных кластеров, и с небольших легких трасс, которые рассматриваются буквально позавчера, мы с Александром Мосиным общались с, по-моему, министром, он не министр, а глава агентства по туризму Чечни, который также рассматривает очень много интересных проектов по применению юнибайков и в туристическом кластере на Северном Кавказе. Это все, друзья, тоже отдельные такие моменты, мы тоже о них по мере того, как они будут двигаться, будем говорить, потому что из этих проектов, из такой работы и складывается сегодня дальнейшее развитие всего проекта Skyway. Здесь как раз основная задача, тут извините меня уже за несколько такие нелестные слова в сторону железнодорожной науки, но я могу сказать, что никакого уважения и никакого у меня сейчас к ним нет, потому что на Госсовете, на котором была презентована в 2009 году технология Skyway, но тогда она называлась струнная технология инженера Юницкого и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов президенту тогда Медведеву показал технологию, было даже принято решение. Так вот, на этом же Госсовете, друзья, вторым вопросом рассматривалось создание двигателя для электровоза, и на него было выделено полтора миллиарда рублей, эти полтора миллиарда рублей съели, я вам могу сказать, никакого двигателя нового поколения, никаких электровозов так никто и не сделал. Это тоже показатель как раз того, и мы видели, с какой ревностью тогда чиновники смотрели, что на Skyway, на Transnet тогда планировалось выделить порядка миллиарда рублей, а на этот двигатель полтора миллиарда рублей, и за те деньги мы предполагали построить следующий участок и показать уже подвижной состав, который дает 200-250 километров в час, они за это деньги планировали, что так и не показали новый вид двигателя для электровозов. Вот, друзья, это реальность нашего времени, это реальность наших чиновников, это реальность той жизни, почему, потому что много задают вопросов, а почему за столько лет при поддержке, казалось бы, таких чиновников эта технология Skyway в России так и не пошла. Вот, друзья, потому она и не пошла, потому что каждый раз решения принимают такого рода чиновники, такого рода финансисты, такого рода бизнесмены и партнеры, которые в конечном итоге все привело к тому, что мы с вами собрались, сделали, краудинвестингов запустили, и здесь, друзья, я могу сказать, что сегодня мы имеем уникальную возможность, никому не кланяясь, никому ничего не прося, реально показывать результаты, и дальше двигаться в создании уже реальных бизнесов, и дальше обсуждать уже нормально с партнерской точки зрения, с теми, кто готов работать с нами на равноправных условиях, а не диктовать инженеру Юницкому свои условия с точки зрения чиновников, контроля над технологией такого было не раз и не два, с точки зрения бизнеса, что я даю сегодня деньги, но все принадлежит мне. Здесь, друзья, мы с вами все равноправные партнеры, и благодаря нашей работе сегодня есть тот результат, который позволяет утверждать, что технология Skyway как тренд состоялась, мы сегодня создаем мировой экономический тренд, и сегодня в нашем форматоре пойдет развитие дальше очень и очень многих проектов, городов, территорий, месторождений, и еще много-много чего. И здесь, друзья, я могу сказать, что нам надо привыкать к мысли о том, чем я заканчивал всегда вебинар для новичков, а сейчас я его повторю для тех, кто уже в проекте, это, друзья, о том, что за ближайшие 10-15 лет мир и жизнь изменятся еще более серьезно и радикально, чем за последние 15-20 лет. И к этой мысли надо привыкнуть, потому что мы с вами, друзья, в этом работаем, мы с вами создаем систему, которая будет дальше это развивать, и это все, друзья, сделано нашими руками, зависит только от нас. Поэтому, когда 2,5 года назад инженер Юницкий спроектировал еще одну систему, которая называется краудинвестинг, это как раз, друзья, не всем было понятно, в том числе и мне, то есть я не могу сказать, что я сразу принял эту систему и с большим воодушевлением. Более того, я первое время, когда Виктор Бабурин, он сразу почему-то поверил и перешел работать в конторе Юницкого, когда они меня туда звали, сказали, что краудинвестинг, инвесторы, надо вести вебинары, рассказывать, я, друзья, после того, как общение с президентами, министрами, шейхами, крупными инвестиционными фондами, я не мог представить, что благодаря такой работе может продвигаться в такой проект. По прошествии чуть более двух лет, я могу сказать, что другого пути, друзья, не было, поэтому я с большим удовольствием общаюсь с инвесторами, с большим удовольствием веду вебинары и конференции, потому что это сегодня и есть то, что развивает проект, и есть то, что сегодня продвигает Skyway, и это самое главное и самое нужное сегодня работа. Поэтому, друзья, ко мне обращаются много людей для того, чтобы я проводил консультации с крупными инвесторами, я с удовольствием всегда большим это делаю. Я всегда встречаюсь с людьми, которые заинтересованы в проект и готовы дальше продвигать инвестор. И я могу сказать, что сейчас тенденция о том, что приходит все больше и больше людей, которые готовы рассматривать уже Skyway не маленькими инвестициями, как мы называем, ну, 100, 200, 300 долларов, а сегодня уже идут инвесторы на десятки, сотни тысяч долларов, потому что в наше неспокойное время это действительно становится привлекательным источником для вложения инвестиций и формирования инвестиционного пакета. Ну вот, друзья, на этом я эту часть свою заканчиваю, сейчас передаю слово Алексею Суходоеву, я думаю, что в этой аудитории этого молодого, талантливого парня представлять не надо, я очень рад, что мы работаем вместе, продвигаем сегодня и работаем в одной команде. Вот, он расскажет, как всегда, свой взгляд на события, которые происходят и на то, что мы хотели вам довести, а я в конце сделаю вообще небольшой завершающий такой аспект по тем вопросам, которые наиболее сейчас востребованы и те, которые сегодня, ну там, требуют небольшого комментария для того, чтобы не было никаких недопониманий или наоборот, для того, чтобы понимать, как развивается проект Skyway, чтобы всем было комфортно, всем было удобно и всем было очень, ну, скажем так, лично заинтересовано в том, чтобы развиваться и дальше двигаться в проекте. Алексей, тебе слово. Благодарим, Сергей Анатольевич. Ну, собственно, возможно, для кого-то, для новичков, покажется наш расширенный технико-экономический вебинар довольно долгим, но на то он и расширенный. И сейчас я расскажу свое мнение по поводу такой очень важной, животрепещущей, я бы сказал, тематики по поводу безопасности, безопасности, перемещения пассажира внутри инфраструктуры транспортной, существующей внутри инфраструктуры Skyway. То есть, все вы прекрасно наблюдаете за событиями, которые происходят, которые произошли уже за 2015 год, которые уже произошли за 2016 год. И я могу с уверенностью сказать, что безопасность на самом деле в современных аэропортах, в современных вокзалах, как железнодорожных, так и автобусных станций, она минимальная. То есть, защита конкретного пассажира от каких-либо посягательств извне, она, соответственно, стремится действительно к нулю. Я не буду говорить, что на самом деле в системе, в инфраструктуре Skyway будет очень высокая безопасность, то есть, это вплоть до камер слежения и каждый юнибус, каждый юнилит будет оборудован этим как внутри, так и снаружи. И более того, как говорится, враг на территорию Skyway не пройдет, потому что сразу будет вычислено и все передано в дата-центр, в защищенный именно программно, чтобы не было угроз хакерских атак и так далее. И соответственно, то, что на сегодняшний день представляет серьезную угрозу, то есть, это в первую очередь различные акты насилия, различные взрывы в массовых скоплениях населения и пассажиров, то есть, это аэропорт, Брюссель и так далее. То есть, это будет намного сложнее сделать именно в инфраструктуре Skyway. И это не может не радовать, дамы и господа, потому что на самом деле сегодня мир достаточно нестабилен и он находится на очень шатком положении вообще безопасности человека при перемещении с точку А в точку Б. И как раз таки технология Skyway естественно минимизирует и фактически сводит на нет возможность различных аварий при перемещении чего не скажешь о авиатранспорте, чего не скажешь о схождении с железнодорожного пути современных поездов то есть даже высокоскоростных чего не скажешь о перемещении по морским путям то есть неустойчивость к различным катаклизмам природным и так далее это все имеет место быть и все говорит о том что когда появится альтернатива современному транспорту в виде транспорта Skyway либо дополнительном виде транспорта Hyperloop я искренне надеюсь что это будет транспорт только для товар и грузов соответственно уже можно будет считать что рынок произведет свой выбор и на самом деле вот это и будет нашей капитализации то насколько потребитель отвечает именно необходимостью использования транспорта второго уровня на мой взгляд она будет очень высокой многие сейчас спрашивают когда произойдет IPO когда произойдет рост акций на самом деле резкий рост акций может произойти уже после закрытия корневой технологии и до конца 2016 года может это произойти потому что переговоры очень серьезные переговоры уже произошли и сейчас ряд проектов упаковывается это не может я думаю каждого из нас с вами не радовать и буквально через считанные месяц появится серьезная серьезная перспектива внедрения на иностранном рынке в первую очередь и соответственно могу сказать что мотивируйте иностранцев привлекайте максимально иностранцев потому что очень серьезные новости появятся тут вновь созданных управляющих иностранных компаний дамы и господа это то чего мы ждали на сегодняшний момент и ожидали прихода таких крупных игроков в 2017 2018 году ну как мы вещали из научно-производственного конструкторского предприятия я вещал непосредственно в комнате которая находится комната отдыха в кабинете Анатолия Эдуардовича Юницкого оттуда шел вебинар и вы помните этот экономический потенциал именно который переносился в словах и эмоциональный заряд который мы постарались вам передать и хотелось бы чтобы вы не забывали что действительно в 2017 году такой возможности может и не быть и если говорить про тему Hyperloop то я хотел бы вам всем напомнить что нас ждет в сентябре очень серьезное событие это выставка инотранс и Виктор Бабурин блестяще прокомментировал я не буду вдаваться в историю в подробности все это есть в комментарии Виктора Бабурина 20-23 сентября совместно с Hyperloop Technologies мы будем представлять транспорт ближайшего будущего транспорт ближайшего будущего который серьезно изменит жизнь каждого живущего ныне на планете земля человека и соответственно сформирует мощную капитализацию я могу одно сказать в первую очередь дамы и господа новички что на сегодняшний день нас уже на подобные события приглашают то есть мы не отправляем запросы и так далее и очень радостное известие что действительно мы оказались в качестве таких VIP приглашенных и выделяет и стенд и соответственно я думаю что там произойдет ряд серьезных переговоров уже по строительству дополнительных адресных проектов постоянно я могу сказать эта информация пока закрыта выходят не просто какие-то представители стран а целые организации целые финансовые группы либо связующие звенья именно с правительственными либо с крупными владельцами серьезных компаний корпораций богатых действительно людей той или иной страны ну естественно будем говорить по факту но одно я могу сказать с исследования MBM то есть это независимое исследование компании которая на государственном уровне может выполнять экспертные заключения по транспортным инфраструктурам и так далее что произошло в ходе деятельности рода Хука на территории Австралии после того как нас признали 11 февраля 2016 года на экспертном совете Российской Федерации произошло то что должно было наверняка произойти после таких событий то есть очень много организаций очень много людей уже по конкретным запросам стали выходить на зоо струнные технологии и естественно в первую очередь наша с вами направленность это инвест проводящая система направлена на развитие экотехнопарка на финансирование экотехнопарка но те кто действительно обладает командами и те кто действительно обладает потенциалом инициации и реализации адресных проектов на территории ваших регионов либо иных стран по всему миру тот кто действительно готов взять на себя такую непомерную ношу то мы оставим свой скайп свою почту и готовы с вами продвигать действительно стоящие проекты не теряя времени на какие-либо лишние телодвижения ненужные телодвижения потому что на самом деле сейчас этот рынок сформируется очень быстро это не занятый рынок триллионный рынок и многие крупные компании многие лица которые на сегодняшний день наблюдают за огромной игрой и развитием Skyway быстро присоединятся инвестируют серьезные капиталы и будут инициировать адресные проекты один за другим то есть тот кто желает ну так скажем раньше времени зарезервировать место в том или ином адресном проекте но повторяю с конкретной возможностью дальнейшей его инициации и второе с конкретной прибыльностью и перспективностью этого адресного проекта то есть с возможностью дальнейшего привлечения инвестиций как посредством народного финансирования так посредством привлечения средних и крупных инвестиций пожалуйста обращайтесь мы будем рады обсудить помочь и связать с научно-производственным конструкторским предприятиям, рассказать наш путь, который уже был пройден по адресным проектам. И сейчас мои коллеги, я говорю про свою структуру, с первой линии также инициируют, также проходят этот путь, потому что необходимо установить такие теплые контакты, хорошие взаимоотношения с администрацией, если вы действительно намерены заниматься адресным проектом, после демонстрации сертификации и настроены именно на капитализацию, в том числе через адресные проекты, которые вы инициируете, это можно делать, но стоит понимать, что этот труд на сегодняшний день вам никаких дивидендов, никаких прибыли не принесет, то есть это инвестиция будущего. Чего не скажешь на самом деле о самом развитии сети, сети инвесторов через народное финансирование и я могу вам сказать, что очень серьезные и очень привлекательные условия мы имеем в Skyway Capital, в РСВ и в других фондах, которые занимаются развитием компании. Те дискаунты, которые на сегодняшний день мы имеем, они могут измениться и мы объявим об этом буквально уже даже и после событий в Экотехнопарке, возможно еще продлится дисконт прежний, но стоит рассчитывать, что сейчас события будут развиваться еще и еще быстрее. И та текущая стоимость проекта, которую вы сегодня можете зарезервировать по рассрочке, то есть это возможность приобретения пакета акций именно в рассрочку, это финансовая, не финансовая, это услуга интересная достаточно для именно физических лиц по приобретению фиксированного, по фиксированному дисконту некого количества пакета в акции. Все это вы можете увидеть в личном кабинете и я хотел бы обратить небольшое внимание также на монету. Монета представляет огромную ценность при реализации и развитии сети Transnet, ну примерно так же, как вы бы имели какие-либо преференции, привилегии при развитии сети интернет, и что независимо каким провайдером, допустим, вы пользуетесь, у вас были закреплены какие-либо привилегии при пользовании интернетом. Либо мобильной сотовой связи, если это касается сотовой оператора, либо, допустим, накопление мили, что касается аэрофлот бонуса, допустим. Но другого ничего не имеем права сказать, так как взяли обет молчания, так скажем, на эту тему по поводу того, что нам сообщил Анатолий Эдуардович Уницкий. Но монета действительно представляет ценность. То есть инвесторы, иностранцы сейчас приобретают монету, действительно, и инвестируют десятки тысяч долларов уже на одного человека. Это нормальная инвестиция от иностранцев. Естественно, в России это будет чуть-чуть поменьше. Мы еще раз запустим опросник. Тот, кто инвестирует каждый месяц, пожалуйста, на него ответьте. И, друзья, это действительно шанс, о котором следует рассказывать абсолютно каждому человеку. Следует, чтобы он услышал об этом, но какое примет решение человек, это должно быть взвешенное, логически выверенное решение. Но оно будет в любом случае правильно, потому что каждый человек решает сам свою судьбу. И, так скажем, те люди, которые выберут направление Skyway и инвестируют, теоретически могут стать достаточно небедными людьми. Естественно, все зависит от пакета. И даже те, кто будут ходить на минимальные пакеты через 5-10 лет, это могут быть уже достаточно серьезные и интересные суммы. Это, естественно, то, что двигает многих, кто входит в проект, многие, кто наблюдали, в том числе на сегодняшний день руководители некоторых организаций, структур. Также, допустим, в первые годы не видели здесь перспективы, не видели возможности реализации проекта. На сегодняшний день только слепой, глупый и просто неверящий в чудеса, я бы сказал, неверящий в возможность изменения своей жизни человек, имея те факты, железобетонные аргументы. Я сброшу, кстати, вот интересный файлик по хронологии событий, я сам его составил. Пользуйтесь, обязательно доносите до ваших потенциальных инвесторов. Google файл я сброшу и развивайте действительно наш проект Skyway каждый день, потому что скоро может быть возможность только развития уже адресных проектов. Это будет очень стихийное, быстрое развитие, но не во всех адресных проектах позволят заходить народному финансированию и возможности инвестирования мелкому и среднему инвестору. Но, естественно, будут новые направления и с точки зрения сетевого построения бизнеса я могу сказать, что то направление именно Skyway, которое мы начинаем развивать, друзья, на самом деле с транспорта второго уровня, все только начинается и вы не представляете какой потенциал и насколько колоссальный бизнес сейчас мы с вами все начинаем развивать. Поэтому строй Skyway, спасай планету и дай дорогу в мир Транснету. А теперь Сергей Анатольевич расскажет уже о таких вот экономических тенденциях, ответит на назревшие вопросы от инвесторов. Также сейчас у нас планируется ряд конференций. Если вы имеете возможность собрать 100, 150, 200 и более людей в вашем городе, то обращайтесь в RSV, обращайтесь в Skyway Capital, обращайтесь в другие структуры, других фондов. Собственно, спикеры, кто имеет возможность донести грамотную и четкую информацию, одним из таких спикеров является Сергей Анатольевич, естественно, я также ездил неоднократно по конференциям. Мы с удовольствием приедем и донесем информацию любому кругу, любого уровня в вашем городе и регионе. Спасибо, друзья. Спасибо, Алексей. Ну что, друзья, значит, большинство вопросов, которые сейчас здесь идут по фондам, по... Друзья, сразу хотел бы обратиться, то есть тот ажиотаж и та некая сейчас нервозность, которая на этот предмет появляется, это не совсем правильно. И давайте все-таки относиться и друг к другу, и к различным, это более терпимо, то есть независимо там, какая точка входа, какая компания, как вы получили информацию, свик, капитал и так далее. Естественно, что в конечном итоге обязательства несет компания РСВ, подкрепленная интеллектуальной собственностью инженера Юницкого. И второй вопрос, что вы юридически защищены, и вы несете обязательства, и перед вами несут обязательства именно группа компаний Skyway, президентом которой является Юницкий, это когда вы находитесь в реестре акционеров. Пока в реестре акционеров вы не находитесь, то естественно, что юридическая защита у вас несколько другая. И устраивает она вас, не устраивает, это, друзья, особенности сейчас работы с ВИГа, Skyway Invest Group, и это обусловлено той спецификой, для каких целей он создавался, как он работал, в каких начальных условиях, и какие цели и задачи перед этим ставились. Вот, поэтому на сегодняшний момент, друзья, задача при сегодняшнем уже этапе, когда вполне вероятно уже замаячил закрытие входа по краудинвестингу, когда вполне сейчас возможен приход в любой момент крупных фондов и игроков, и тогда краудинвестинг вообще может быть закрыт очень быстро. Естественно, что мы заинтересованы в том, чтобы вы имели максимальную юридическую защиту, и, соответственно, находились в реестре акционеров компании. И с этой целью еще в декабре месяце Анатолий Дуарович, Виктор Бабурин обратились к тому, чтобы обязательства, которые есть в ВИГе, переводились в компанию. Этот процесс плановый, то, что находится в капитале, это происходит вообще автоматический переход акций. То есть здесь просто периодически, там каждый, там, по-моему, месяц или полтора месяца реестр переносится в реестр акционеров, и таким образом все, кто входит в капитал, те, кто появляются в реестре акционеров компании. На сегодняшний момент в СВИГе отстроена другая юридическая схема, но то, что сегодня делается и юридически защищается, мы, конечно, предлагаем и заинтересованы в том, чтобы вы вошли в реестр, для того, чтобы не было моментов, что перед вами кто-то несет, а вы считаете, что обязательства у вас группы компаний Skyway. Поэтому просьба, разбирайтесь сами, разберитесь сами и принимайте решения, исходя из того, как вам более комфортно. Потому что СВИГ – это обучающий портал, это система, которая в основном занимается коучами и обучением, доведением, так сказать, построением своего бизнеса. А то, на что мы сейчас ориентированы, то, что делаем, это информация о проекте, это технологии и, соответственно, это включение в реестр компании акционеров, акции которой подтверждены интеллектуальной собственностью инженера Юницкого. Поэтому давайте здесь, тут очень много тоже ставят вопросов с рассрочками, переводы, не переводы. Друзья, я одно могу сказать, что рабство у нас никто сегодня не устанавливал. Если у вас есть желание перейти и платить в корневой компании, то никто вам это запретить не может. Если сегодня говорят, что вы переходите, но вы что-то теряете, это шантаж, это тоже неправильно. Поэтому, друзья, на все эти инсинуации, на все эти вопросы не обращайте внимания. Я и на дневном вебинаре, и сейчас я могу сказать, возможность платить там или платить или перевести всегда есть. Если вам делают какие-то ограничения, значит это умышленно, значит это с какой-то целью, направленную не на развитие проекта. И технически могут быть какие-то вопросы, технически могут быть какие-то сбои, но давайте, друзья, не делать из этого ажиотаж и тем более не делать из этого какие-то там трагедии или проблемы. Мне абсолютно непонятен вопрос, где задают вопрос, что вот у меня там меньше 10, и мне вообще не дают перевести, но я не знаю, что пытаются какое-то рабство ввести и сказать, что вы теперь должны все здесь быть по гроб, это тоже неправильно. Поэтому давайте, друзья, здесь это абсолютно нормальный, грамотный, развивающийся проект, и таких вещей, и таких просто в принципе не должно быть. Поэтому, тем более, что все в СВИГе это инвестиционно грамотные, все изучают инвестиционную грамотность, поэтому давайте, друзья, вести себя и двигаться, соответственно, исходя из инвестиционной грамотности. Все остальные вопросы или на этот предмет спекуляции, друзья, это, я думаю, что и уверен, развиваются специально для каких-то целей, которые не связаны с развитием проекта. Это делается либо персонально кто-то, кому хочется это сделать, либо кто хочет помешать проекту. Поэтому, друзья, давайте такие вопросы обсуждать, снимать и ни в коем случае из них не делать никакой проблемы. Поэтому, единственное, вот сейчас все друзья, которые задают вопросы, что я хочу очень категорично сказать. Никакого противопоставления, никакого ущербности или не ущербности сегодня быть не может. Что вы там или здесь, вы что-то имеете, все, друзья, обязательства несет инженер Юницкий своей интеллектуальной собственностью. Юридическая схема которого построена таким образом, что включаясь в реестр акционеров, вы защищены акционерным правом и выстроены схемой, которая обеспечена интеллектуальной собственностью. Поэтому, сегодня, если вы еще в реестр не внесены, значит, определенные юридические процедуры, вплоть до того, что вы просто нажимаете одну кнопку в кабинете с ВИГа и вы таким образом переходите. То, что есть определенные задержки по времени, да, друзья, технические проблемы всегда бывают. Этот процесс только отлаживается, ничего страшного в этом нет. В дальнейшем все будет работать быстро, как часы, никаких вопросов нет. Если сегодня вы взяли длинные рассрочки, а у вас возникло желание сегодня перейти, то, я думаю, это тоже вопрос абсолютно решаемый и никаких вопросов и препонов. И тем более, когда говорят, что если вы перейдете, то вы что-то потеряете, это, друзья, вранье. Такого быть просто не должно быть, потому что, когда вы платите, неважно где, эти деньги идут в проект. Если это не так, значит, какая-то другая цель и задача, значит, что-то по-другому работает. Поэтому, друзья, это надо четко понимать, мы с вами все в одной лодке, лодка это Skyway, мы с вами все делаем одно дело, мы продвигаем технологию, а точки входа, команды могут быть действительно разные, здесь никаких вопросов нет. Это естественный процесс и не могут все сотни тысяч людей, которые сегодня в проекте, прийти через одного человека или через одну структуру или через одну команду. Для этого как раз и создано разнообразие инструментов, для этого созданы разные команды, которые привлекают людей, используют разные методики, используют разные механизмы. Это все, друзья, абсолютно правильно. И так же, как есть разные люди, на кого ориентируются, разные бизнес-тренеры, разные люди, которые доводят информацию, это тоже абсолютно правильно. Кому-то нравится один доведение информации, кому-то другой. Это тоже, друзья, абсолютно нормально. Единственное, что я хочу четко попросить вас и буду очень жестко пресекать и говорить, друзья, нельзя быть и не должно быть никакого противостояния, тем более конкуренции, тем более ущербности. Этого, друзья, не должно быть. Мы с вами все в одной программе и все мы должны быть в реестре акционеров компании, по которой несет именно учредитель и человек, который обеспечивает этот реестр акционеров интеллектуальной собственности, это инженер Юницкий. И мы, соответственно, все работаем на эту программу и он перед нами несет ответственность. Поэтому, друзья, это взаимная наша работа, это взаимная наша ответственность и прошу к этому относиться абсолютно осознанно и спокойно, потому что мне постоянно пишут в личку, мне постоянно пишут в почту о каких-то противоставлениях, о каких-то конфликтах нет, друзья, и не может быть у нас, как у представителей Скайвея, каких-то конфликтов, друзья, нет и быть не может. Тем более в противоставлении в Свигевы, в Капиталевы или в РСВ. Это тоже, друзья, полная спекуляция. Это цели и задачи, которые ставят и преследуют цели, не связанные с развитием Скайвея. Это я тоже прошу и понимать, двигаться. Поэтому, друзья, все спокойно работаем, все переходим и получаем в реестре акционеров, потому что это единственная юридическая защита, которая сегодня может быть. А точки входа и, соответственно, то, что они могут быть абсолютно разные, для этого все создавались различные фонды, команды, чтобы таким образом работало. Поэтому давайте, друзья, понимать это только таким образом и очень уважительно относиться друг к другу. Давайте никаких спекуляций, никаких тем более оскорблений, а тем более недоброжелательных действий. Это, друзья, в наших рядах быть просто не должно. Это недопустимо для строителя Скайвея. Я вам могу сказать это точно и прошу, чтобы вы к этому относились очень серьезно и с серьезным пониманием. Так, если будет возможность инвестировать в полноценные технологии, а, да, друзья, здесь это тоже очень интересный вопрос, который я задал. Он вытекает из того, что, когда мы несколько раз произносили, что краудинвестинг с точки зрения продвижения технологии Скайвей может быть закрыт именно краудинвестинг с точки зрения, что проект перейдет на финансирование за счет заказчиков и за счет крупных инвесторов. Это, друзья, вполне вероятно и такой сценарий сегодня развивается, но это не значит, что мы все с вами как люди, активные люди, которые составляют костяк краудинвестинговой системы Скайвея, мы с вами не нужны и наша задача здесь заканчивается. Нет, друзья, наоборот, это проговаривали и с Анатолием Юницким, и мы не раз это декларировали еще год назад, что у Юницкого, как у инженера, есть целая сегодня обойма технологий, которые ждут своего времени. И сегодня до них не доходят руки, потому что есть приоритет целей, это концентрация на Скайвей, на запуск технологии, на выход ее на рынок и запуск проектов с использованием технологии Скайвей. Но дальше, как только мы с вами сделаем и пойдет, у нас с вами будет очень серьезный аргумент, что мы с вами сделали практически невозможное. Мы собрали, сделали, запустили Скайвей, а дальше, так как есть целая группа технологий, которую мы обособили в такую определенную группу Скайтек, это следующая группа технологий, ну так же, как за пятым укладом интернет идет шестой технологический уклад Транснет, за шестым технологическим укладом идет следующая технология, также инженера Юницкого, которым прорабатывает, это седьмой технологический уклад и следующая сеть, которая будет называться Спайснет, И это будет ядро этой технологии, которая будет вывозить всю индустрию за пределы атмосферы на низкую геостационарную орбиту с помощью более глобального транспортного средства. Но это следующий вопрос, мы об этом говорили, и это будем дальше говорить. А на сегодняшний момент за технологиями, которые развивались в Кремниевой долине, которые являлись ядром пятого технологического уклада, мы все это знаем, это хай-тек, то есть высокие технологии. И я не раз уже задавал вопрос, что хай-тек, следующая технология какая должна, за хай-теком, за высокими технологиями, какая должна эти технологии? Супер-хай-тек, над-хай-тек, чуть-чуть выше хай-тека или хай-тек хай-теков? Вот мы это определили в группу SkyTech, то есть небесные технологии. И как раз, как у автора этой инженерной школы инженера Юницкого, у нас есть целая обойма технологий, которые мы с вами дальше будем говорить. О ряде этих технологий вы уже слушали, это Smart Sky Steklo, то есть Smart Sky Glass, то есть это технология, которая позволит строить принципиальное новое жилье, которое будет с умной интеллектуальной системой пропуска света, тепла и соответственно отдачи. Это будет очень дешевое и качественное строительство нового поколения жилье. Вот, это следующие технологии связаны с земледелием, с новым сельским хозяйством, мы тоже об этом говорили про ГУНОСу. И мы с вами будем организовывать эту систему финансирования, таким образом продвигать эти проекты. И также они все будут иметь свою доказательную, демонстрационную, испытательную часть в эко-технопарке. И в этом как раз и будет заключаться наша с вами, друзья, работа. Поэтому я могу сказать, что не переживайте, что с закрытием входа в корневую технологию через краудинвестинг закончится наше с вами сотрудничество. Нет, друзья, это сотрудничество только начинается. У нас с вами еще будет большой-большой горизонт работы по следующим технологиям. У нас с вами еще будет огромное-огромное количество адресных проектов, которые мы будем запускать и делать. И сегодня я очень рад формируется практически в каждом регионе команда из молодых талантливых ребят, которые делают, запускают и продвигают эти проекты. Так что мы с вами, друзья, только делаем первые шаги в большом-большом пути, который нам предстоит вместе с вами делать на пути построения Скайвея, на пути спасения планеты, на пути объединения мира. Поэтому, друзья, строй Скайвей, спасай планету, и мы, друзья, объединяем мир. И я думаю, что эта работа мало того, что всем приносит с вами радость, удовлетворение, я абсолютно уверен, что в недалеком будущем оно еще и принесет существенные и материальные вознаграждения за тех, кто пришел в проект, поверил в проект, инвестировал в проект, стал партнером проекта. И, соответственно, кто будет вполне вознагражден теми венчурными премиями, которые сегодня закладываются в дискаунты. Поэтому, друзья, это наше с вами общее большое дело, и я рад, что мы с вами собрались, делаем. И еще больше вызывает удовлетворение, что у нас уже есть, что показать, и есть, чем отчитаться, и есть, что самим себе поставить в заслугу. Поэтому, друзья, строй Skyway, и давайте до следующей среды будем вместе дальше двигаться. Если есть вопросы, Алексей обязательно всегда дает скайп и почту, пишите, я на очень многие вопросы отвечаю. Очень многие знают, с кем я пишу и переписываюсь и в скайпе, и в почте. Я на большинство вопросов стараюсь всегда отвечать. Поэтому, друзья, давайте двигаться дальше, тем более, что куда и как двигаться есть, и тем более, что от нас с вами сегодня еще многое, что зависит, потому что краудинвестинг, как вы понимаете, ни сегодня, ни завтра, и в ближайшие недели-две не закроется. Поэтому наша задача, как выполняли мы свои обязательства, так и дальше выполняем, чтобы инженеры работали, экотехнопарк строился, а мы с вами все ближе и ближе приближались к тем целям и задачам, которые мы перед собой поставили. Благодарю, друзья, за внимание. До следующей встречи. Продолжение следует...